В Индии произошло землетрясение. Погибло 9 человек. Между Саудовской Аравией и Ираном произошел разрыв дипломатических отношений. В Греции активисты призывают помочь беженцам. На северо-востоке Индии рано утром в понедельник произошло мощное землетрясение. Геологическое агентство США оценило его силу в 6,8 балла по шкале Рихтера. По данным геологов, эпицентр находился на глубине 57 километров в 30 километрах от города Импхал, столицы штата Манипур. Он граничит с Мьянмой. Сообщается о поменьшей мере девяти погибших. Около двухсот человек пострадали. Но точное число жертв пока выявить трудно. Спасательные работы затрудняют отсутствие электроснабжения и связи. Когда начались подземные толчки, большинство людей спали. Было полпятого утра. По словам очевидцев, землетрясение длилось около минуты. В Импхале некоторые дома частично разрушены. Похожая картина в городе Силигури в штате Западная Бенгалия. «Все выбежали на открытые площадки. Все, у кого двух-трёхэтажные дома, сейчас здесь. И все напуганы. Когда произошло землетрясение, я был дома. Вскоре я пришёл сюда помогать в лечении пострадавших». О каких-либо жертвах и разрушениях на территории Мьянмы не сообщается. Подземные толчки также ощущались в соседних Бангладеш и Непале. Работники посольства Саудовской Аравии в Иране в понедельник были эвакуированы и на самолёте доставлены домой. Это произошло после нападения на депредставительство, которое совершила группа протестующих. Кроме того, власти Саудовской Аравии объявили, что разрывают отношения с Ираном. Отношения между двумя странами накалились после казни в Саудовской Аравии 47 представителей шиитского меньшинства, которых обвинили в терроризме. Среди них был известный проповедник шейх Нимр-ан-Нимр. «Мы не намерены позволять Ирану подрывать нашу безопасность. Мы не намерены позволять Ирану создавать или организовывать террористические ячейки в нашей стране или в странах наших союзников». Саудовский министр иностранных дел также сказал, что у дипломатов посольства Ирана есть 48 часов, чтобы покинуть страну. Шейх Нимр-ан-Нимр был известен критикой правящей королевской семьи Саудовской Аравии, которая придерживается сунницкой ветви ислама. Он нередко обращался к темам конфессиональной дискриминации и притеснений шиитов в стране. Его казнили 2 января этого года. Высший руководитель Ирана Айатала Али Хаминеи назвал это большим преступлением. «Это также ошибка, поскольку пролитая кровь непременно принесёт небесную кару. Саудовские политики, правители и чиновники должны понимать, что расплата непременно придёт». В Иране продолжаются многотысячные протесты против казни. Собравшиеся скандируют антисаудовские лозунги и жгут фотографии короля Саудовской Аравии. Протесты прошли также в Турции и Пакистане. «Марда, Омрико! Марда, Омрико! Марда, Омрико!» Плохая погода и увеличение военного контингента ЕС на морской границе не останавливают мигрантов от опасных путешествий в Европу. В самом начале Нового года к берегам греческого острова Лесбос прибыла очередная лодка с беженцами, отплывшими из Турции. Здесь их встречают сотрудники международных гуманитарных организаций и волонтёры. Замёрзшим людям помогают выбраться из лодки, дают сухую одежду и тёплое одеяло. В 2015 году, по данным ООН, в Европу прибыло более миллиона мигрантов. При этом в пути погибли либо пропали без вести 3770 взрослых и детей. Неправительственные организации и местные активисты призывают Евросоюз обеспечить мигрантам безопасный путь через Средиземное море. На берегу Лесбоса они выложили спасательных жилетов «Пацифик» – международный символ мира. «У нас было около 2500 спасательных жилетов и 60 добровольцев. Мы хотим в новогодние дни отправить сообщение миру о необходимости создания безопасного пути для мигрантов». «Необходимо обеспечить безопасный проход. Мигранты заслуживают этого. Они ищут безопасности. Именно этого они хотят. И наше послание об этом». Обеспокоился судьбой беженцев и китайский художник и активист Ай Вэй Вэй. Он посетил остров Лесбос и лично посмотрел на тяжёлые условия, в которых работают местные власти и сотрудники международных гуманитарных организаций, помогая беженцам. «Нужно помочь этим людям, принимающим беженцев, чтобы спасти этих несчастных людей. Они очень смелые люди. Я видел детей, мам, молодых людей и стариков. Они пожертвовали всем, чтобы добраться сюда, получить хоть какую-то защиту и встретить будущее, которое им неизвестно». Перед Новым годом Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ «Фронтекс» направило около 300 инспекторов и переводчиков на несколько греческих островов в Эгейском море. Ещё десятки сотрудников присоединятся к ним в ближайшие недели. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова